И перед тем, как я начну проповедь, я хотел, чтобы каждый из нас отложил у себя в памяти и запомнил одну самую такую важную мысль, что принцип жизни — это мысль, слово, а потом дело. Мысль, слово и потом дело. Иоанна, первая глава, мы читаем следующее. С первого по четвертый стих написано. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Итак, предсоздатель всего, творец всего есть Господь. Аминь. Бог создал абсолютно все, что мы видим, сегодня трогаем, чувствуем, осязаем. Бог создал все законы физики, Бог создал все математические законы. И когда я, знаете, изучал физику, когда я изучал математику в школе, я удивлялся, что уравнения, они имеют решение, каждое уравнение имеет. Законы физики, они хоть и невидимы, но они существуют. И я приходил к тому месту Писания, где Бог говорил, что все то, что мы видим, чувствуем, трогаем, осязаем, оно все исчезнет, но закон Божий, Царство Божие, оно будет вечно. Я приходил к тому, что я понимал, насколько наш Бог, Он всемогущ, насколько Он дотошен до мелочей. И, знаете, Писание описывает этот процесс создания мира очень просто. Сказал и стало, сказал и стало. Но притча открывает, в притчах написано, что Бог мудростью полагал основание земли. Бог все это делал с мудростью, и мудрость была рядом с Ним. И там Соломон, он говорит, что вот мудрость была с Ним, и она утверждала все, и Он ей все это делал. Бог не просто, знаете, вот, знаете, иногда мы, вот мы, да, что-то как раз там скажем, не подумав, да, но Бог говорил, и Он вникал в это во все. Вникал не просто, чтобы свет сиял, но Он наделил его силой. И физики сегодня говорят, что тьма — это отсутствие света. И в каждом процессе Бог вникал. Я помню, как на одном уроке наш физик достает какой-то аппарат, ставит его и говорит, сейчас вот в воздухе проносятся атомы. И Он говорит, как только они будут проходить вот эту вот мембраму какую-то, Он будет издавать звук. Мы сидим, и там раз, тын-тын, тын-тын. Такие, у кого-то был такой этот, на физике, был какой-то такой пример? И Он говорит, что эти атомы вроде и летают в хаосе, но они никогда не столкнутся друг с другом. Почему? Если они столкнутся, то это повлечет за собой атомную реакцию и просто произойдет уничтожение всего. Я сижу такой и думаю, как так можно в хаосе летать, но не столкнуться? Самолеты в небе иногда сталкиваются. А тут миллионы, миллиарды атомов, которые вот здесь вот раз вот так, мы сидим, общаемся, они, и они не сталкиваются. Разве Господь не дивен? Разве Он не силен? Насколько всемогущество Бога в мелочах, даже вот в этом, если ты будешь смотреть бесконечно увеличивая, ты будешь видеть Господа. Смотреть бесконечно далеко, ты будешь видеть Господа. Насколько наш Бог дивен и силен. И Писание говорит, что все это Он создал, и все это произошло и от чего? От слов Бога. Если мы будем перечитывать с вами Бытие, там написано, и сказал Бог, и стало. Сказал Бог, и стало. То есть первый, кто говорил вообще, первого слова, кого звучали, вообще это был Господь. Он тот, кто говорил. И вот Бог создаёт человека по подобию образу своему. И так же происходит падение сатаны. Я хочу вам открыть одну тайну, братья и сёстры. Сатана, он не творец. Он не может творить законов. Он не может абсолютно ничего делать. Но всё, что он делает, он берёт эти духовные законы, он берёт это всё. И мы узнаём о том, что, откуда мы узнаём, что он не может ничего творить сам по себе? Потому что когда мы читаем историю о Иове, сатана приходит, и Бог ему говорит, а ты видел моего Иова? Он говорит, да, конечно, ты окружил его. Он говорит, ну ладно, я убираю руку, позволяю тебе что-то делать. Отсюда мы понимаем, что сатанас, он не может сам по себе что-либо делать без ведомого Господа. Потом мы понимаем, что он знает Священное Писание, откуда? Когда он приходит к Иисусу, когда тот был 40 дней в пустыне и взалкал, он говорит ему, ангелам заповедовать. Он знал, он цитировал Место Писания. То есть, другими словами, мы понимаем, что сатана, он знает духовные законы, он не может сам по себе двигаться, и он знает Священное Писание. Один пастор сказал, что сатана знает Библию намного лучше, чем многие верующие. И это страшно. Потому что пришел бы кому-нибудь из вас сатана и сказал, ангелам же своим заповедовал о тебе. Если бы мы не знали Священное Писание так, как знает Господь, мы бы, может быть, и прыгнули, чтобы доказать ему что-то. Но слава Богу за нашего Господа, который ответил. И к чему это все? Каждый из... И мы, знаете, наше... Как говорит Писание, что наша вражда, она не против плоти и крови, да? Мы сражаемся в каждом сатаной. И вот мы живем в этом мире, мы живем сегодня между людьми, и каждый, я думаю, что сталкивался с жестокостью в этом мире. Каждый из вас, я думаю, в раннем возрасте сталкивался с проблемами с ровесниками. Каждый из вас сталкивался с тем, что ровесники говорили какие-то ужасные вещи в твою жизнь. Я помню, как мне говорили, спрашивали у меня, а кем ты хочешь стать? Я говорил, ну я хочу стать пастором. И они все глумились и говорили, ну как ты потом собираешься кормить семью? Как ты собираешься потом жить вообще в обществе? Ведь кто такие вообще пастора? Они вообще никто и ничто, и звать никак. И это, знаете, это, ну, ранило меня. Все смеялись, но я говорил свои мечты, я говорил свои стремления, все глумились. Мне говорили, скушай там свою Библию. Я думаю, каждый из вас, он сталкивался с тем, что когда-то вы в вашу жизнь говорили какой-то негатив. Сеяли вот эти мысли. Сеяли то семя в ваше сердце. И ладно, и знаете, ладно это, когда говорят вообще люди, которые, ну, тебе безразличны. Но бывает такое, что родная мать начинает с тебе еще там 5-6 лет, она проклинает тебя. Она ненавидит тебя, потому что у нее проблемы с мужем. Муж вообще ушел. И причина, почему он ушел, она говорит, это ты во всем виновата. Или это ты виновен в этом. Или там еще страшнее, родители своим сыновьям говорят, да кто ты, да что ты, ты вообще никто и ничто, и никем не станешь. Я думаю, каждый из вас сталкивался с такой несправедливостью. Каждый из вас сталкивался с тем, что кто-то что-то говорил в твою жизнь. Какие-то проклятия, какую-то несправедливость. И это не просто, знаешь, как-то вот влетело и вылетело, но это влетело, так сильно ранило тебя. И это осталось таким рубцом на твоем сердце, что так громко гречит в твоем разуме. И каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то несправедливостью, это всплывает в своем разуме, и ты горько плачешь, горько сокрушаешься. И думаешь, по делу мне. Или ты, или ты, знаешь, ты, ты понимаешь, что и так ты, ну, не очень хороший человек. И ты ходишь, и ты сталкиваешься с этим, со всем, и ты понимаешь, что, ну, по делу мне. Но я и буду оставаться таким, я не могу измениться. Вокруг меня люди говорят про меня, это, я не могу. И это сеется в твое семя, сердце. И знаете, один из принципов, библейских принципов в том, что семя сеется. Помните эту притчу, когда Бог сказал, что вышел сеять или начал сеять. И одно упало на добрую, другое на другую. И точно так же, точно таким же принципом идет и сеет сатана. Северство и привела в твой разум, в твое сердце. Поймите, что мы, мы вторичны. Мы не первосоздатели. То есть, другими словами. Почему Библия говорит, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Что происходит? Что сатана делает? Он начинает сеять в твое сердце, в твой разум мысли. В чем он хочет тебя подловить? Он знает, что ты подобен Богу. Ему это очень не нравится. Ему не нравится это местописание, где написано, что создал Бог человека по образу своему. Он каждый раз, когда смотрит на тебя, он видит Бога в тебе. Он видит образ Божий в тебе. И это ему очень не нравится. И что он думает? Что я сделаю? Я буду сеять в них семя неправильное. И ждать, пока оно произведет плод. Также Писание говорит, что... Вот мы иногда, знаете, говорим так. Что-то сказали такое плохое. Вот сначала родители в нас сеяли, а потом мы начинаем сеять. То же самое у своих детей. И что-то там скажем, не подумав, ляпнем. Потом приходим, ну прости, вырвалось. Но, дорогой друг, как могло вырваться, если это не было в тебе? То есть, это не могло так, откуда-то там, раз, залетело и вырвалось. Это значит, что оно там, где-то сидит внутри тебя. Поэтому Писание говорит, что от избытка сердца, говорят, уста. И что сатана хочет? Знаешь, вот прилетает ворона, начинает гнездо. Вот ничего такого плохого не будет, пока ты не позволишь этой вороне свить в гнездо на твоей голове. Чтобы она снесла яйца, и эти яйца пустились глубже. И вот принцип сатаны, а самое главное оружие сатаны, он начинает сеять твое сердце. Но это семя, по сути, оно не имеет никакой силы над тобой только до тех пор, пока ты на ней начнешь это говорить. Написано, что посеять человек, то и пожнет. И мы начинаем говорить это. В притчах написано, что жизнь и смерть во власти языка. И сатана сам по себе вообще бессилен над тобой, никак не может. Он не может создать проблем вокруг тебя. Он не может ничего такого вот так вот, раз наколдовать погоду, пошла там что-то как-то, раз там машина. Нет, он не может. Но ты сам имеешь власть над собой. Почему? Потому что Бог наделил тебя свободой выбора, свободой слова. И он вложил силу в твой язык, он вложил силу в твои уста. Он говорит, ты точно так, как и я. Вот не было ничего, ты будешь таким же, как я. Не было ничего, ты будешь просто говорить, и оно будет происходить. А мы иногда думаем, ну как так? Как так? Как это пришло в мою жизнь? Как это пришло в мою жизнь? Как сатана мог это украсть у меня? Там он не мог это сделать. Ты сам взял и отдал, ты сам взял и открыл эту дверь на него. Ты сам взял и сказал это проклятие в свою жизнь. Он просто сеет, он просто посылает эти стрелы в твое сердце. Посылает эти стрелы в твой разум, чтобы ты начинал думать об этом, начинал думать, смаковать об этом. А потом оно раз и вырвалось. Я вспоминаю, я так... Помните эту песню, чьим словам? И дальше там, я буду верить в слово Господа. Вот от кого мы питаемся больше? Знаешь, иногда это так очень... Вот все знаете, да, принципы правильного питания? Что нужно кушать много зелени, нужно считать свои калории, нужно вот... Вот если хочешь, чтобы был результат, да, многие спортсмены говорят, что это глупо полагать, что ты будешь ходить в спортзал и ты раз к лету подкачался. Нет, но нужно самое основное, это то, что ты кушаешь. Оказывается, можно просто кушать там полторы тысячи двести калорий, просто ходить десять тысячи шагов и ты похудеешь. А если ты будешь кушать сладкое, наедаться на три тысячи калорий и полагаться, что ты похудеешь, ну не получается, потому что ты зарасходуешь только за день там тысячу калорий. А две тысячи бах и отложилось где-то. И вот это то же самое касательно духовной жизни. Какие калории ты кушаешь, с чего стола ты кушаешь, что ты впитываешь в себя как губка. Смотришь ли ты на образ Божий и впитываешь ли ты эти слова, чтобы потом, когда пришла трудность, раз, и у тебя вырвалось не просто проклятие, а какое-то благословение, какое-то местописание. Раз я такое сказал. Знаете, я удивляюсь, очень много с кем я общаюсь, они, людей замечают за ними, что они очень такие большие паникеры. И они из мухи могут сделать огромного слона. Мне так это не нравится. Я думаю, ну господи, ну как так? Ну это же, это вообще ничтожество, это мелочь. Как можно из этой мелочи сделать огромного слона? Поэтому, вот кого мы кормим, с чего стола мы кушаем, чье семя мы принимаем, чтобы это выливалось из наших уст. Поэтому Бог и наполняет каждого из нас. И Он говорит, я хочу, чтобы твои уста не говорили и извергали вот этот меч обоюдоострый, чтобы он поражал каждого, кто хочет противостоять тебе. Принцип жизни. Мысль, слово, дело. Мысль, слово, а потом и дело. Если мысль правильная, значит слово будет, как его, правильное, значит и дело будет правильным. Знаете, очень множество богатых людей, и я слышал, как один нобелевский лауреат, он говорил следующее, что вот это закон. Вот как есть физические законы, которые Бог утвердил, есть духовный закон, который Он утвердил. Поэтому в Писании написано, что посеять человек, кто и пождет. То есть мы можем сеять делом, мы можем сеять словом, но мы можем также сеять и мыслями. И знаешь, Сатана, он сраниво, и это так, Сатана, он настолько знает, он с раннего возраста начинает атаковать тебя, начинает сеять тебя, все неправильно, все негативно. Он начинает говорить тебе, ты ничего не добьешься в этой жизни, ты ничтожество, ты никто. А Бог смотрит на тебя и думает, ты же мое сокровище, ты мое творение, за которое я отдал свою жизнь. А Сатана начинает обманывать тебя, обманывать, обманывать. И здесь вопрос, чьим словам поверишь ты? Ты начинаешь думать, я в этой жизни вообще ничего не допьюсь, а Бог смотрит на тебя и говорит, я верю в тебя, сын, дитя мое, я верю в тебя, я вкладываюсь в тебя. Знаете, я столкнулся с этим, когда мы ему с сыном говорили, он у вас будет плохо ходить, у него слабенькие ножки, он у вас какой-то кривой косой, и вообще он как будто, как вот, не знаем, что у вас ждет в будущем. И я смотрел, я думал, что вы сеете в жизнь моего ребенка? Что вы сеете? Сегодня он бегает, я не могу за нему следить, потому что я, как отец, себя переживал, я говорил в его жизни, нет, сынок, все будет хорошо, я в молитвах говорил, мой сын здоров, мой сын будет бегать. И знаешь, если я, как отец, так переживаю о своем земном сыне, то что говорить о небесном, который точно так же переживает за тебя, и который говорит, послушай, не слушай тех, кто там что-то говорит за углом, не слушай тех, кто проклинает твою жизнь, не слушай даже собственных родителей, я, как твой небесный отец, у которого безграничные ресурсы, говорю тебе, ты будешь жить, ты будешь здоров, ты будешь исцелен, ты будешь иметь множество благ в этой жизни, потому что я забочусь о тебе, поверь словам моим, Пусть ты, дай этим словам поселиться в твоем сердце, напиши их на скрижалях своего сердца, чтобы они ночью и днем не давали тебе покоя, чтобы ты просыпался и помнил о том, как я думаю у тебя, о том, как я принимаю у тебя. Позволь моим словам вылетать из твоих уст, позволь моему мнению гореть ярче, чем все то, что вокруг тебя. Позволь мне влиять на твою жизнь. А ты, может быть, сегодня думаешь, о, Бог, мне так стыдно, я такой ужасный, я такой плохой, я так много чего сделал. И это проблема блудного сына. Сатана пытается обмануть тебя и сказать, и как можно дольше удержать тебя у этой корыты с рожками, которые жрут свиньи. И он хочет тебя удержать там. Чтобы ты сам начинал думать, чтобы ты сам стал этим корытом, наполненным рожками. Но сын-то знает, что там в доме отца. И у каждого, каждого из нас, у каждого из нас, драгоценный, у каждого из нас в сердце есть это, что мы знаем, что есть что-то лучшее. Есть что-то лучшее, чем просто ночевать в подъезде. Есть что-то лучшее, чем просто напиться до нельзя. Есть что-то лучшее, чем просто, чтобы уколоться, чтобы вообще забытие. У каждого человека есть это понимание, что есть что-то лучшее, чем вот эта жизнь у корыта. Это жизнь у рожков. Но что-то держит. Что держит? Обман сатаны. Ты не достоин идти туда. Ты не достоин идти туда, в это лучшее. Посмотри на себя и посмотри на это лучшее. И он хочет, как трясина, засосать тебе. И он сеет, сеет эти мысли. А ты начинаешь думать об этом. И ты начинаешь говорить, да, я не достоин, да, я ничтожен. Но я так благодарен нашему Господу за то, что его влечение намного сильнее тех слов сатаны. И Бог стоит, и Бог влечет. И Писание говорит, что я сестую у двери и стучу. И этот процесс, он не перерывен. Нету паузы у Господа. Он стучит и стучит. Он стучит и стучит. И он ждет, когда ты откроешь ему. И этот блудный сын, он позволяет. Он открывает, он идет. А его ожидание. Ну ладно, я буду хотя бы рабом в доме отца моего. И сатана, представляете, сатана, даже когда он идет туда, он сеет в него. Ты будешь там рабом, ты будешь там тоже ничтожеством. Ты будешь этим. И он, когда приходит, все это начинает рушиться. Это когда сам Бог, Бог Отец, Он снимает эти кольца, одевает и говорит, ты не просто раб, ты сын, ты дитя. Все то в прошлом. Я позволю тебе снова быть кем-то. Потому что я верю в тебя. Потому что я ждал этой встречи с тобой. Я ждал, когда ты вернешься в мой дом. Я ждал, когда ты начнешь говорить так, как я говорю. Я ждал, когда ты начнешь поступать так, как я поступаю. Я ждал этой встречи с тобой, сын мой, дитя мое. Я ждал этого. Это точно так же, когда мы приходим к Богу. Когда мы приходим в Его присутствие. Когда мы приходим в Дом Божий. Бог начинает посылать эти мысли. Посылать это слово. Посылать твое сердце. Посылать это в твой разум. И говорить, послушай, неважно, через что ты столкнулся в этой неделе. Неважно, что говорят твои начальники. Неважно, что говорят врачи. Это все неважно. Я говорю тебе жизнь. Я говорю тебе просветание. Я говорю тебе успех. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Не позволь сатане обмануть тебя. Не позволь сатане позволить отдать добровольно то, что Бог дает тебе. И послушай, отсюда мы приходим к следующему выводу. Сатана, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть. То есть он не приходит без причины. То есть если у человека нечего красть, он не придет. Но когда он приходит тебе и начинает говорить, или там окружение твое начинает говорить, знаешь, у тебя никогда не будет мужа. Значит, у тебя есть, что украсть. Значит, тебе есть, что посеять, чтобы ты начинал говорить это. Да, у меня никогда не будет мужа. Или когда сатана приходит к тебе и говорит, у тебя никогда не будет детей. Через кого-то, неважно. Значит, у тебя есть семя, которое можно украсть. Или когда сатана приходит через врачей и начинает говорить, ваш диагноз, он неутешителен. Значит, у тебя есть, что украсть. У тебя есть то исцеление, которое Бог приготовил для тебя. Услышьте, услышьте. Мысль, слово, а потом дело. Мысль, слово, а потом дело. И как сатана крадет? Он крадет через мысли. А мы потом через слово отдаем это ему. Мы соглашаемся с ним или мы соглашаемся с Господом? И это закон. Это закон вечный. Вечный закон. Представляете, многие успешные люди, они живут. Они сеют свою жизнь. Я успешный. Они сеют свою жизнь. Я богатый. Они сеют в свое сердце. Они начинают верить тем образом, который они построили в своей голове. И они, когда они сталкиваются с трудностями, они говорят, нет, я не принимаю эту трудность, потому что я верю, что я человек успешный, я превзойду это. И они пользуются этим законом. А мы верующие. Ну как пойдет? Я помню, когда однажды один пастор, он говорит, привел пример, говорит, молитва успешного человека, богатого, он просыпается, лицо кирпичом, и он такой, Господи, помоги мне сегодня сделать один миллион долларов. И другой, который просыпается, Господи, помоги мне сегодня хотя бы заплатить за то, чтобы заправить автомобиль. Я говорю, в чем разница между этими двумя людьми? Они из плоти и костей, но один молится, дай мне миллион долларов сегодня сделать, другой молится, Господи, ну хотя бы машину заправить. Это так отразилось у меня, я думаю, Господи, действительно, нету же разницы вообще между теми, кого ты любишь. Разница только в том, что мы говорим, о чем мы просим. Поэтому я вдохновляю вас, лучше просите намного больше, чем вы ожидаете получить. Итак, вера отслышания, отслышания от Слова Божьего. Отслышание от Слова Божьего. То есть вера приходит, вера когда растет тебе? Когда ты слышишь Слово Божье, аминь. А там, где нет, то есть, а где нет веры? Там, где ты слышишь мысли сатаны. То есть, там нет веры. И действительно, знаешь, когда ты начинаешь прислушиваться к людям, которые говорят тебе, да ты ничего не добьешься. И там действительно и веры нету, и дел нету. Ну, раз я ничего не добьюсь, что еще и делать тогда? А когда ты слышишь следующее, ты всего добьешься, ты сможешь поступить, ты начинаешь в это верить, и ты начинаешь идти, куда-то пробовать поступать, начинаешь приедать к этому. И раз успех, раз успех, раз успех, раз успех. Поэтому, драгоценные, чьим словам сегодня поверим мы? Скажи, я буду верить. Ну, знаете дальше. Слово Божьему. Я спрошу еще раз. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить. Аллилуйя, слава Богу. Я кому-то проповедую сегодня. Аминь. Есть? Слава Господу. То есть, мы видим принцип из этого местописания, что мы сначала принимаем, потом мы начинаем говорить, а потом дело. Мысль, слово, дело. Также в Евангелии от Луки, 6 глава, 45 стих, там написано, добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. То есть, когда мы выносим, когда мы говорим, когда мы выносим наше сокровище, когда мы говорим. Поэтому Бог ученикам говорил, что узнаете, да, по делам? Они говорят, а потом делают. Можно как бы говорить якобы правильно, так злое лировано, но дело в конце покажет результат. Можно так сказать, ну, что-то, ересей же много, но потом конец, он всегда очевиден, дело их, раскрывает их. И последнее место Писания, которое сегодня хотел прочитать, которое положит просто все на свои места, слово, и ты скажешь, слава Господа нашего, Господа, Аллилуйя. Исаия 54, глава 17, там написано следующее, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Аллилуйя. Бог говорит, ни одно оружие. Ни одно оружие. Сатана настрил стрелы, Сатана наточил мечи. Ну, точи дальше. Ни одно оружие не будет успешным. Также во второзаконии написано, что я совершу это ради себя самого. Бог это все делает драгоценно, не потому что мы такие хорошие, но потому что велик наш Господь. И каждый может здесь сказать сегодня, что не я избрал Господа, но Он избрал меня. Аминь. Если Он избрал тебя, если Он начал работу в тебе, то Он произведет ее до конца. Аллилуйя. А ты, наверное, думаешь, ну, когда я увижу своих детей в церкви, так много оружия вокруг меня, Бог говорит, ни одно оружие не будет успешным. Слава тебе, Господь. Ты, наверное, сегодня думаешь, Господи, когда я увижу, а Бог говорит, увидишь, дитя Мое, ты принимаешь сегодня? Давайте встанем, помолимся. Знаете, я вспоминаю тот день в своей жизни, когда я был максимально недостоин, максимально недостойный. Я так благодарен нашему Господу, что Он мне отдал суд человеку, потому что я пришел к пророку. И если бы пророк знал, если бы пророк знал, в каком состоянии я был, он бы ничего доброго не сказал мне. Но я пришел к пророку и говорю, пожалуйста, давай просто помолимся, потому что мне плохо. А начинаем молиться. И Бог мне недостойному начинает говорить, я люблю тебя, дитя Мое. И сегодня, возможно, ты стоишь здесь, и ты думаешь, я максимально недостоин, чтобы что-то доброе свершилось в моей жизни. Мои глаза закрыты, я не знаю, но я знаю только одно, что Бог говорит, я люблю тебя, дитя Мое. И я хочу дать тебе жизнь и жизнь с избытком. Я хочу, чтобы ты был здоров. Я хочу, чтобы ты был успешен. Я хочу, чтобы ты не знал зла. Я хочу, чтобы ты был в Моем присутствии. Вот что говорит наш Господь, вот так Он принимает за влучших. И знаете, когда Бог говорил, что верный пастор, он оставляет 99 и идет за то и одно. Я думаю, почему так? Ну, в чем здесь подвох? А что, если бы он не пошел за той одной? Но любовь к этой одной говорит о любви к тем 99. Потому что они бы смотрели на пастора своего, говорили, если он за ней не пошел, то он за мной не пойдет. Если он за ней так махнул рукой, то он и за мной так не пойдет. Но если я заблужусь там, так же, как и это, он точно так же пойдет все за мной. Поэтому наш Господь, Он такой. Он идет за той одной. Он идет за тобой. Драгоценный Господь, Иисус, мы благодарим и самим Тебя за этот день. Мы благодарим и самим Тебя за эту милость и благодать, которую Ты даешь каждому из нас. И сегодня, Господь, мы приходим к Тебе, где-то, возможно, недостойно, и где-то, Господь, возможно, Господь, в своих нуждах, в своих проблемах, и где-то наш колодец, наше сердце, оно переполнено чем-то нехорошим. И об этом говорят наши уста. Отец, я молю, просто излей, Господь, до избытка Твоим присутствием, Твоим святостью, чтобы, Господь, Бог мой, из чрева нашего потекла в реках в жизни, во имя Иисуса Христа, чтобы мы были переполнены Тобой максимально, Господь, Бог мой, настолько, насколько, Бог мой, даже не можем вместить, Бог, я прошу Тебя об этом, чтобы мы, и, Господь, там, где были мы, Господь, изливалось Своё присутствие, Господь Иисус, чтобы, Господь, в нашем сердце было много Тебя, Господь, чтобы это было достаточно, чтобы поделиться с каждым, кто сегодня шаждет, чтобы, когда люди смотрели на нас, они не видели нас, но они видели Тебя, Господь. Я молю о том, чтобы мы верили словам Твоим. Я молю о том, чтобы мы, Господь Бог, мы принимали все то, что ты желаешь Господь сказать нам, я молю о том, чтобы Господь в нашем разуме, в нашем сердце, Господь, было слово Твое, были мысли Твои, были мечтания Твои, были Господь Бог мой, Твое могущество, Твое свидетельство, Твое, Господь, обновление во имя Иисуса Христа, Бог наполни нас, наполни нас, Бог наполни нас сегодня сейно, наполни нас сегодня, Господь Бог мой, Твоей святостью, наполни нас сегодня Твоей силой, Господь Иисус. Мы нуждаемся в этом, мы нуждаемся в этом, чтобы, Господь, наши слова говорили Твои слова, Господь Иисус, чтобы в различных ситуациях жизни мы не подавались панике, мы не предавались, Господь, греху, но чтобы в каждой непонятной ситуации мы начинали вславить Тебя, мы начинали обращаться к Тебе, мы начинали искать лица Твоего. Бог мой, повлияй на нас сегодня сильно, чтобы нам действительно преобразиться в образ Твой во имя Иисуса Христа. Бог, мы нуждаемся в этом, мы нуждаемся в Тебе, Отец Самогущий, мы благодарим Исламе Тебя за все, что Ты делаешь и будешь делать в нашей жизни. Спасибо Тебе, драгоценный, за это время и за то, что Ты был посреди нас. Мы благодарим Исламе Тебя, Бога Отца, Сына и Святого Духа, и все это скажут. Аминь.